Всем привет! С вами София Пудовкина и сегодня у меня на обзоре скетчбук от Fashion Vector Design с моим скетчем на обложке. Это скетчбук формата А5, вот такой компактный, очень удобно носить с собой. У него глянцевая обложка, достаточно плотная такая. Он на пружинке, это мой любимый вид, мне кажется, скетчбуков именно на пружине, потому что это очень удобно. Можно как вырвать листик, так и просто совершенно вот так переворачивать странички. Потому что, вы знаете, альбомы склейки часто бывают не такие удобные, невозможно его никак согнуть и непонятно потом, как в нем рисовать. Так что это очень функциональная вещь. И здесь мы имеем плотные листы, которые я сегодня буду тестировать маркерами. Ну что ж, начнем с того, что нарисуем набросок платья на нашем шаблончике. Я сделала первоначальный набросок. И теперь поработаю чуть-чуть маркерами, немножко подкрашу кожу в некоторых местах, хотя здесь это совершенно не обязательно, потому что мы рисуем именно платьишко. КОНЕЦ Теперь я возьму линеры и добавлю контура в наш рисунок. Для этого у меня будет очень тоненький 0,2 линер и более толстый уже 0,7. То есть 0,7 я обычно делаю внешний контур изделия и 0,2 я рисую уже внутренние всякие детали, поэтому погнали. КОНЕЦ Я получила небольшой набросок модели женского платья для Plus Size и я добавила совсем легкие какие-то контура по голове, по плечикам, по ножкам, потому что всегда, когда мы делаем зарисовку какой-то модели дизайнерскую, важнее она. Вот, и здесь я добавила такие разные складочки по талии, по переду, добавила фалты, не спадающие складки по баске и показала там застежку здесь, где я предполагаю какие-то элементы конструкции, там выточки и швы. Вот, и также показала асимметричный крой у юбки. Перед у нас чуть короче, чем спинка. Здесь, в принципе, я бы могла добавить еще швы по спине, но, скорее всего, просто в боковых швах будет. Вот, и что хочу сказать, сейчас проверю на работу с маркерами. Ну что, отлично поработала бумага с маркерами, но хочу сказать, что она плотная, альбомного типа именно бумага такая, на которой слишком сильно маркерами лучше не проводить, потому что все-таки она не имеет какой-то пропитки здесь, которая у нас есть в специальной бумаге для маркеров, поэтому, если вы будете слишком долго, слишком много бродить маркером по одному и тому же месту, то вы получите четкий отпечаток на другой странице, чего лучше не делать. Вот, и здесь все очень хорошо, в рамках разумного, поэтому сюда уже можно подписывать тебе какие-то комментарии, описание модели, например, и добавлять листочки с тканью. Вот такой сегодня был альбомчик на обзоре, он подходит для небольших, не очень детализированных набросков, зарисовок, идей, придумок дизайнеров, поэтому обязательно пользуйтесь им, и приятного вам рисунка!